Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я приготовлю беляши с использованием творожного теста. Это тесто нежное и простое в приготовлении, а беляши получаются сочными. Для этого мне понадобится немного времени и хорошее настроение. А вам приятного просмотра! Сначала займусь начинкой. В миску выложу полкило фарша. Берите 50 на 50 свинину и говядину. На крупной терке натру луковицу. Лук фаршу придаст сочности. Если вдруг фарш будет суховат, можно добавить чуть-чуть водички. Добавлю к мясу смесь перца в пол чайной ложки, соль по вкусу и все перемешаю. Начинка готова. Теперь займусь тестом. В миску выложу 360 грамм творога. Творог лучше брать жирный. Добавлю 2 яйца, пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара, примерно полтора стакана муки и одну чайную ложку разрыхлителя. Сначала размешаю ложкой, а теперь хорошо руками. Вот такое тесто должно получиться, оно не должно липнуть к рукам. Переложу его в тарелку. Подготовлю блюдо для беляшей и приступлю к лепке. Буду делать классической формы, круглыми. Субтитры сделал DimaTorzok Добавлю в тарелку. Добавлю субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В сковороду налью растительное масло и выложу беляши. Ложить надо мясом вниз, чтобы не вытек сок. Накрою крышкой и буду жарить на медленном огне. Переверну и снова накрою крышкой. Буду жарить до готовности. Ну всё, беляши пожарились, выложу их на блюдо. А теперь попробую один разрезать. Вот, посмотрите, тесто не сырое, мясо сочное и прожаренное. Можно подавать к столу. Я хочу вам сказать, что вторую партию беляшей я слепила треугольниками. И мне понравилось больше, так как проще лепить и вид у них более эстетичный. Хотя на вкусовых качествах это не отражается. Ну вот и всё. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх, если понравилось моё видео. Всем здоровья! Пока-пока!